Глава 4. Семья. Неизведанная тропа. Часть 1. Утро выходного дня. То самое время, когда невзрослым пони, ни жеребятам никуда не надо идти и можно просто остаться дома, наслаждаясь безделием. Но это лишь в том случае, если у твоей семьи не запланированы важные и неотложные дела, как раз на выходные. Таким остается посоветовать смириться и терпеть. Однако, благодаря натуре Дереки, все самые неотложные и важные дела всегда решались по мере их возникновения, потому выходные в семье Хартов обычно были именно выходными. Можно было заниматься чем хочешь, вплоть до задирания копыт к потолку и пусканию слюны, в течение всего этого дня прерываясь лишь на еду. Прошедшая неделя была богата на события, а если выразиться поточнее, она была сродни апокалипсису, произошедшему в жизни десерта. Но, к большому удивлению самого Десса, все закончилось, если вообще закончилось, довольно хорошо. В школе сейчас есть о чем, вернее о ком говорить. Буча, поднятая фраем, благополучно улеглась, а дочь Фоулеров вроде бы потеряла всякий интерес к самому Дессу и наконец начала заниматься своими делами. Жизнь вновь вернулась в тот скрытый тихий поток, в котором десерта жил уже долгие годы. Десс подхватил телекинезом свою сидельную сумку и подтянул ее ближе. Сегодня утро порадовало жителей городка первым снегом, который запорошил все улицы тонкой белой пеленой. Несмотря на густые облака, заполнившие небо, чистый и белый цвет первого снега позволял хмурому утру выглядеть светлее и мягче. Даже сквозь зашторенные окна это мягкое свечение проникало в комнату Десса, наполняя ее приятной и спокойной атмосферой, которая прогоняла дурные мысли. Впору было заняться уроками и подготовкой к понедельнику. Глупо звучит, особенно в выходной, ведь большинство учеников предпочитало делать все это в самый последний момент, и вечер в воскресенье. Но Дессу все равно сейчас было нечего делать, а валяться на полу с поднятыми ногами и пускать слюни слишком скучно. Он уже пробовал. Главное дождаться полудня, когда они вместе с Daydream отправятся на традиционную прогулку, чтобы посмотреть на Клаудсдейл, столицу Пегасов и город, который приносит зиму, да и вообще меняет погоду во всей Эквестрии. Но этого момента нужно еще дождаться, потому на помощь приходит совмещение приятного с полезным, выполнение домашнего задания. Десс поставил сумку около себя и расстегнул ее, доставая учебники. Недавний хаос благоприятно сказался на их состоянии, большая их часть оказалась целой, и десерта не пришлось в эту неделю менять их и расстраивать библиотекаря. Домашнего задания было не то чтобы много, вполне достаточно, чтобы досидеть до возвращения мамы и сестры. Десс принялся перекладывать книги, сортируя домашнее от самого сложного до того, что попроще. Утонув в монотонных действиях, он не заметил, как в дверь постучали. «Можно войти?» Мягкий и спокойный голос Валианта вывел десерт из размышлений. Разрешение на вход не требовалось, дверь комнаты была всегда открыта, особенно для членов семьи. Десс повернулся к отцу и кивнул. «Ну как ты, подозреваемый?» Улыбнувшись, произнес Валиант, переступив через порог. Десерта удивленно нахмурился, глядя на отца. «А?» Он наклонил голову на бок. «Подозреваемый!» Отец вновь усмехнулся и подружески потрепал его по голове. «К нам недавно поступило несколько обращений от родителей, обеспокоенных чем-то странным, что напало на их детей». Валиант произнес это с улыбкой, совершенно не сердясь. Ему даже это нравилось и забавляло, что было немного странно для Десса, ведь он сразу понял, о чем пойдет речь. После той драки в школе, папа еще не разговаривал по этому поводу с Дессом, ожидая, когда они наконец смогут обсудить это с глаза на глаз. Видимо, это событие его тоже волновало. И неудивительно, ведь Валиант был не только приемным отцом десерта, но и главой полиции города. Легкий тон, с которым отец начал разговор, немного насторожил Десса, ведь он рассчитывал хотя бы на сердитый взгляд или осуждение его действий. «Больше всего — обеспокоенно!» — это слово отец произнес с сироничной усмешкой. «Себя вела мисс Смал!» И неудивительно, ее сыну что-то подожгло филейную часть. Отец подмигнул Дессу, заставив того неуверенно поежиться. «Если всполнить сбалмошный характер ее сынишки, — продолжил Валиант, — ее любовь все преувеличивать, — эта история выглядела поистине впечатляющей». Десерт скромно поретупил взгляд. «К тому же...» — Валиант ткнул копытом в грудь Дессу. «Потрясающее представление, устроенное твоей новой подругой на следующий день, — полностью убедило даже самых подозрительных в том, что это очередная глупая выходка сына Лив и его друзей». «Она мне не подруга». Десерта отрицательно помотал головой. «Думаешь?» Валиант хитро-порещуривши взглянул на Десса. «То-то я смотрю, ты полез заступаться за чемпионку Квестри Почидо». Отец громко рассмеялся, но, увидев еще более погрустневшее лицо Десса, осекся и удивленно посмотрел на сына. Он сел поближе, мягко похлопав его по плечу. «Ты с чего кислый-то такой?» «Но я... я же даже не знал!» — выпылил Десс и помотал головой. «Я идиот! Пап, я честно не хотел!» Он поднял голову и взглянул на отца. Тот настороженно посмотрел в ответ, окрасив комнату яркими тонами удивления. Десерта вновь неуверенно помялся на месте, опустив голову. Вновь вернулись дурные воспоминания о том, что он натворил на прошлой неделе, и даже, казалось бы, такой необходимый и ободряющий разговор с отцом делал все только хуже. «Все это произошло так быстро!» Десс вновь попытался найти слова в свое оправдание, но в голову ничего не лезло. «Ведь Фоллер... она... она...» А вот тут аккуратно. Десерта не знал, известно ли папе о том, что Лиза больна. Если же нет, лучше сохранить это в тайне. «Она...» — повторил Валент. «Она... была там одна, а их пятеро!» «К тому же я понятия не имел, что она какой-то там чемпион!» «Потрясающее объяснение! Браво!» Десерта тяжело уронил голову, уставившись в пол. «И сделал только хуже!» Уже тише добавил он. Валент положил копыто на плечо приемного сына. В воздухе появились эмоции обеспокоенности. «Кому ты сделал хуже?» — спросил он. «Всем, папа!» — сердито произнес Десс, стукнув по полу. «Этой идиотской выходкой! Я чуть было не подставил под удар всех вас!» «И это только чудо, что все обернулось не так плохо!» Он сделал глубокий вдох. Гнев на самого себя вновь вернулся, но теперь Десерта хотя бы мог его выплеснуть. «Я же... тебе уже говорил, что...» — попытался возразить Валент. «Нет!» — перебил его Десс. «Никто не знает, что может произойти, если кто-то узнает о том, кто я!» «Ни ты, ни мама, ни кто-либо еще!» «Я не должен был вести себя настолько неосторожно!» Валент взял сына за плечи, заставляя того посмотреть ему в глаза. «Десерта!» — произнес он. «Ты не сделал никому ничего плохого!» «Да, как глава полиции города я не одобряю такое!» «Но как твой отец я рад, что ты наконец сдал им отпор!» «И не просто так, а защищая кого-то!» Десс вновь отрицательно помотал головой. Горлоу подступил ком, а дурные мысли уже вовсю пировали на остатках спокойствия. «Нет!» «Это было крайне глупо!» — выпалил он. «Какая там разница, почему я так поступил?» Дессерта обхватил себя передними ногами. По телу пронеслась дрожь, стоило ему представить, что случится, если станет известно, кого приютили у себя Валент и Деррика Харт. «А если бы меня увидел еще кто-то?» «Что было бы потом?» «А что, если все узнают этот секрет?» «Что будет с тобой, что будет с мамой?» «А с диди?» Десс обхватил передними ногами голову и начал низство ей мотать из стороны в сторону. Непонятно, откуда взявшиеся паника и отчаяние взяли тело под контроль, лишив Дессерта возможности хоть как-то успокоиться. Дыхание участилось. «Десс, хватит!» — сердито произнес Валент. «Идиот!» «Идиот!» Дессерта, продолжая тяжело дышать, опустил передними ноги и опять уставился в пол. «Никто не должен знать!» «Никто!» Валент нахмурился, взяв сына за плечи и попытался его успокоить. «Дессерта, хватит уже!» — произнес он. «С чего ты вообще взял, что даже если кто-либо узнает, что ты Чейнджлинг, все вокруг начнут тебя считать монстром и боятся!» «Потому что даже ты меня боялся!» Дессерта вскинул голову и ткнул копытом в сторону отца. Мгновенное осознание того, что он сейчас сказал, словно окатило Десса холодной водой. Глаза расширились в ужасе, и передние ноги прижались к телу. Дессерт мгновенно сжался и зажмурился. К панике теперь добавился еще и ужас. Комната наполнилась яркими, сердитыми оттенками. Последнее явно было лишним, и десерта ничего не оставалось, как просто сидеть, сжавшись в клубок, и ждать, что выльется из этого. «Взгляд на меня!» — скомандовал Валент. «Я... Прости, я...» — произнес Десс дрожащим голосом. «Десерта хард!» — чуть громче повторил Валент. «Взгляд на меня!» Десерта, борясь с дрожью, медленно опустил трясущиеся ноги на пол и посмотрел на отца. Валент, на удивление, сейчас был относительно спокоен, даже несмотря на легкие нотки раздражения и сердитый взгляд, устремленный на приемного сына. «Да... Хватит держать это в себе!» — тихо произнес жеребец и кивнув, посмотрев на Десса. «Да... Я тебя боялся!» Валент приблизился, сев ровно напротив сына. Теперь он смотрел на него сверху вниз. «Даже более того... Когда Дерека принесла тебя, я посмотрел на нее как на сумасшедшую. Мне показалось, что...» Валент запнулся, подбирая слова. Десс молчал. «Сейчас нельзя было перебивать отца, как бы десерта этого не хотелось. Эмоции, унеполняющие его комнату, просто вопили об этом. Но нужно было молчать, ведь это требовал маленький голосок внутри. Не починиться ему было ужаснее, чем что-либо. «Ты знаешь, что у нас с Дерекой не получалось завести жеребенка!» Валент глубоко вздохнул. «Поэтому...» «Поэтому мне тогда показалось, что она сошла с ума, притащив тебя домой!» Валент снова тяжело вздохнул. Не надо было уметь чуять эмоции, чтобы видеть. Это откровение давалось ему крайне большой ценой, но он не отступал. Видимо, это сидело в нем уже долгие годы, свербя и всечески мешая жить. И вот это боли, раскаяния, наконец, нашли выход. Но от этого Дессу легче не становилось. «Да, я боялся. Я боялся, что кто-нибудь узнает об этом. А когда к нам пришли подобные тебе, я искренне надеялся, что они заберут тебя с собой. А Дерека перестанет зацикливаться. Зацикливаться на этом. На тебе. Отец глотнул. Я боялся, я сторонился. Я презирал. Но я очень сильно ошибался!» Отец сделал десерт из-за плечи, глубоко вздохнув. На несколько секунд комната погрузилась в молчание. Я думал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но видя, как моя жена, твоя мама, буквально расцветает... Что таить? Дела после ее ухода из агентства у нас действительно шли хуже некуда. А я мог лишиться работы. Хуже было то, что я мог лишиться ее. А после твоего появления по лицу отца сверкнув, крохотной искоркой скатилась слезинка. И внутри десерта все сжалось, словно все внутренности сдавило тисками. А когда появился ты, в нее словно вдохнули новую жизнь, как и в меня. Не знаю как, но ты действовал на Дереку вдохновляюще. Заставлял каким-то образом не замечать проблемы, препятствий. Идти только вперед. А за ней шел и я. Она стала больше улыбаться, чаще смеяться. Мне будто вновь вернули ту добрую, веселую кобылу, которую я любил все эти годы. А теперь стал любить еще больше. Валент мягко улыбнулся. А после того, как ты открыл себе этот необычный талант, отец вновь вздохнул. Его голос перестал дрожать, становясь более уверенным. Я скажу без преувеличения, что если бы не ты, ну не я, не твоя мама, не были бы сейчас теми, кем мы являемся. Более того, у тебя бы не было такой замечательной сестры. Он прижался своим лбом к колбу Десса, не обращая внимания на его довольно острый рог. Сейчас отцу было все равно. — Вы можете видеть наши эмоции, чувствовать их, — продолжил Валент, отстранившись от сына. — Даже несмотря на весь мой негатив и неприязнь к тебе, ты не сторонился меня, наоборот. Ты был благодарен хотя бы уж тому, что я тебя просто терпел рядом с собой. Ты всегда улыбался, если чувствовал, что я в ответ тоже улыбнусь. А если я был не в духе, ты всячески старался не попадаться мне на глаза. Ты не обижался и не злился. А когда, наконец, старый дурак тебя принял таким, какой ты есть, ты просто обнял меня и сказал, — Папа. Валент сглотнул и глубоко вздохнул, прогоняя приставших горлуком. Каждое слово ему давалось с большим трудом. Отец выдавливал их из себя, но делал это упорно, словно с каждой секундой внутри становилось гораздо, гораздо легче. Ты не монстр или не какое-то там чудовище десерта. Но многие, те, кто не знает, кто ты такой, как и я в свое время, могут испугаться тебя, но это будет говорить только об их невежестве. Отец остранился от Десса, мягко там улыбнувшись. — Да, я не твой настоящий отец. И, быть может, вряд ли им стану, но я буду стараться. Что ты, что Дрейдрим, вы оба для меня самые родные дети. И мне совершенно не важно, что ты не моей плоти и крови. Ты для меня все равно останешься сыном. Что бы ни случилось. Десерта шмыгнул носом. Чего-чего, подобного откровенного разговора с отцом он точно не ожидал. И хуже всего, что он вообще не понимал, как на это реагировать. В голову ничего не приходило. Потому оставалось лишь тихо сидеть и смотреть на Валианта, влажными глазами, не произнося ни слова. Если тебе спокойнее, когда ты от всех прячешься, я не буду насильно заставлять тебя идти тем путем, который для тебя мучителен. Я верю, что придет тот день, когда не только мы, твоя семья, сможем легко принимать тебя таким, какой ты есть. Пусть таких и будет немного. Не вини себя и не кори. Ты все сделал правильно. Ты не чудовище. Ты самое лучшее, что случилось в моей жизни. Это я должен просить у тебя прощения. Валиант вновь крепко обнял Деса. На макушку десерта упало что-то теплое. Нет, не должен. Вновь шмыгнул Дес, плотнее прижавшись к отцу. Должен. Вздохнул Валиант. Он отстранился от Десерта, указав копытом на его клыки. Потому, если ты вонзишь эти зубки в чью-нибудь задницу, я без зазрения совести буду утверждать, что это был не ты. А если это не сработает, спишу все на несчастные случаи и скользкие тротуары. Неожиданно для себя Десерта засмеялся. Через мгновение к нему присоединился и Валиант. Разговор словно снял с души огромный камень. Если не скромничать, целую груду камней, мешавших спокойно дышать и двигаться. Что Дес, что отец, теперь задорно хохотали, позабыв о том, что их обоих беспокоило. Мы дома! Голос Диди заставил их взглянуть в сторону выхода из комнаты. О, наши кобылки вернулись раньше, усмехнулся Валиант. Видимо, сегодня Дэйдрим повезло. И занятия в ее кружке для жеребя, ищущих свой талант, отменили. Увидеть бы и лицо в тот момент. Он быстро вытер влагу, скопившуюся под глазами. Десерта повторил его действия. Пусть этот маленький разговор останется между нами. Не зачем лишний раз тревожить маму. Она у нас и так все знает. Пусть хотя бы это будет нашей маленькой тайной. Пойдем встречать. Десерта, широко улыбнувшись, утвердительно кивнул и шагнул следом. Около входной двери уже стояла Деррика, снимающая с себя шарф и шапку. Да и Дрим, скачущий из стороны в сторону. По настроению же ребенка было видно, что она крайне довольна тем фактом, что занятия отменили. Увидев спускающихся Десерта и Валианта, она буквально засияла. «На быстрей, быстрей, быстрей!» Забарбанила она копытами по полу, глядя на Деса. «Пошли, я уже заждалась! Они же улетят!» «Не так быстро!» Улыбающаяся Деррика повесила свои вещи на вешалку и повернулась к дочери. «Ты ничего не забыла?» Кобылка на секунду задумалась, нахмурив лоб. «Вроде нет». Да и Дрим почесала затылок. «Есть не хочу. В комнате убрала. Занятия отменили». «А уроки?» Ехидно улыбнулась мама. «Но, мам!» Диди насупилась. «Ты же сказала, что я могу сделать их потом!» «Я сказала, что подумаю!» Ответила Деррика. Кобылка обиженно надула губы, окрасив коридор в яркие оттенки негодования. Валиант ухмыльнулся и подошел к жене. «Да ладно тебе! Все-таки первый снег! Ты ведь помнишь, что прогулка к прилетевшему Клаудсдейлу? Это их маленькая традиция. Зачем задерживать детей?» Деррика с легкой улыбкой взглянула на мужа, как вдруг ее лицо сменилось на удивленное. «Дорогой, а что?» — произнесла она, взглянув на Деса. Улыбка на лице единорожки стала шире. «Понятно». Деррика повернулась к Валианту. Поговорил с сыном. «Ну, что-то вроде того», — смущенно ответил он. Она помотала головой и перевела взгляд на надутую Дейдрим. «Ладно», — она махнула копытом. «Идите!» «Ура!» Диди подпрыгнул на месте. «Только помните, юная леди», — Деррик указал на дочь. «Когда вернетесь, вы все сделаете. И даже не сомневайтесь, что я приду проверить». «Ладно», — хмуро произнесла та. Деррика повернулась к десерту, который сменил форму на земного пони и, подхватив телекинезом шапку и шарф, начал надевать их на себя. «А вы, молодой джентлькольт, запомните, никаких полетаем со своей сестрой и никаких всего лишь на минуточку!» Десерт и широко улыбнулся. «А вот ему ты про уроки ничего не сказала!» — обиженно пробубнила Дейдрим. «Потому что он мой любимый сын. Я его всячески балую, кормлю сладким и разрешаю не делать уроки. А свою дочку я всячески обижаю. И вообще, я очень вредная и противная!» — Деррика ехидно посмотрела на дочь. Глаза Дейдрим расширились от удивления, взгляд хаотичный забегал от Десса к маме, а рот беззвучно открывался в безуспешной попытке подобрать подходящее оправдание. «Я... я так не говорила!» — выпалил Дейдрим, опять надув щеки. «Ойли!» — Деррика повернула голову, глядя на Диди сбоку. «Но как? И вообще!» — Дейдрим вскинула передние ноги. «Да как вообще?» — Мама победоноса засмеялась, заставив Десерта и Валианта улыбнуться. Она повернулась к сыну. «Не голоден?» — спросила она. «Перекушу по дороге». Десерта кивнул на сестру переполненную бурей эмоций. «Ну давайте!» — кивнула Деррика, обняв каждого из детей. «Смотрите не поздно!» «Весело провести время!» — махнул Валиант. Десерта подхватил телекинезом заранее приготовленные сидельные сумки и, кивнув маме отцу, вышел с Диди на улицу. Клаудсдельские пегасы постарались на славу. Для первого снежного дня погода, на удивление, стояла великолепной. На улице почти не было ветра, а легкий холодок, казалось, нужен был лишь для того, чтобы снежинки не растаяли уже в первые часы своего существования. Тонкий слой снега лежал уже практически везде, окрашивая город в мягкий белый цвет, а медленно падающие снежинки только дополняли эту умиротворяющую атмосферу, отгоняя осеннюю хандру. По небу то и дело пролетали группы пегасов, перемещающие облака туда, куда это было необходимо. Улицы городка тоже были наполнены спешащими куда-то пони. Кто-то хотел тоже посмотреть на прибывшую столицу пегасов, кто-то просто торопился по своим делам, а кто-то сердито ворча убирал наметенный подарочек с неба. Но в отличие от прочих жителей городка, которые тоже шли смотреть на Клаудсдейл, только Дэйд, Дрин и Десерта знали место, откуда открывается самый лучший вид. К тому же оттуда и до самого летающего города копытом подать. Но лучше это копыто не подавать. Пару лет назад. Поддавшись искушению Дэс и Диди, умудрились в проезд в Клаудсдейл на фабрику облаков. Это было не так уж и сложно сделать, ведь место стен у пегасов облака, а находящихся рядом пони Десерта прекрасно чуют. Стоило им только казаться внутри самой фабрики, неугомонный характер сестры сделал свое дело, и парочка умудрилась вывести из строя один из приборов, который был нужен пегасам в производстве. Естественно, пришлось улепетывать со всех ног, а догнавших их группу пегасов, Дэс бил со следа тем, что принял облик одного из инженеров, которого он видел на фабрике. Сбежать-то не сбежали, но, о, святая Селестия, какая потом последовала взбучка от Деррики. Мама не истовствовала так, что порой казалось, лучше бы они пришли в Клоудсдейл и во всем признались. «Идем как обычно», — кивнул Десерта, плотнее укутывая свой оранжевый шарф. «Ага», — ответ накивнула Диди. Она, как заправский шпион, приспустила на глаза свою голубую шапочку и спрятала нос такого же цвета шарф, словно маскируясь перед важным заданием. Кобылка, приняв важный и серьезный вид, шагнула вперед, Дес пошел следом. Если бы одноклассники Дейт Дрим увидели бы ее сейчас, это бы выглядело как... Заставили тащиться со своим страшным братцем, бедная. Так что тут они были оба защищены. «Ты хоть взял?» Диди остановилась на секунду и обернулась. «За кого ты меня принимаешь?» Нахмурился Десерта, приоткрывая сумку и показывая содержимое. «Так на всякий случай», — хмыкнула Дейт Дрим и пошла дальше. Путь лежал к северной окраине города, где местность уходила круто вверх, а спустя пару десятков метров также круто вниз. Добавить к этому еще довольно грустную лесную растительность и отсутствие тропинок, и ты получаешь скверное для прогулок место, где запросто можно было оступиться или заплутать. Последнее, кстати говоря, было не страшно, ведь лесок был мелким, и даже заблудившись, рано или поздно можно выйти к его окраине, а там и до ближайшей дороги, которая выведет к городку, копытом подать. Однако несколько часов скитаний по такому труднопроходимому месту вряд ли можно было назвать приятным времяпровождением, поэтому прочие жители городка предпочитали обходить его стороной. А зря. Ведь в самом центре этой части находился высокий холм, хотя многие его считали ничуть не ниже горы, но все же по сравнению с остальными горными гигантами Эквестрии, это был всего лишь холм. С него и открывался наилучший вид на Клаудсдейл в те дни, когда родной дом Пегасов пролетает около города. Десерта и Дейддрим уже не первый год тайно проникали в это местечко. В лесу было немного опасных диких зверей, да и с теми хорошо справлялся парализующий луч Десса. Не зря он когда-то научился этой способности по совету мамы. А пересеченная местность преодолевалась за считанные минуты телепортом. Главное было знать, куда именно прыгать, но с этим тоже проблем не было. Проблемой была лишь энергия, что телепортация, что парализующий луч, если вдруг его придется использовать, требует очень много сил. Но эту проблему решала пара пакетов с гелем, лежащих сейчас в сумке Десса, и все еще дующаяся после разговора с мамой сестра. Но наконец-то! Победоносно произнесла Дейдрим, когда парочка вышла к окраине. Десерт остановился рядом и огляделся. Тишина и спокойствие. Готово! Он повернулся к сестре. Он еще спрашивает! Потерла копытца Диди. Десс достал из сумки пакет с гелем и залпом осушил его. Дейдрим, не теряя времени, быстро вскочил на спину брату, обхватив его шею передними ногами. В ту же секунду Десса объяла зеленая аура, сняв с него облик земного пони. «Но, древоногий!» засмеялась Диди, бойко постучав по спиной пластине Десса задней ногой. «Вот ведь противная земнуха!» фыркнул Десерта, оглянувшись на сестру. Да и Дейдрим лишь рассмеялась. Секунда и короткий скачок перенес обоих вглубь леса. Оказавшись на небольшой поляне, Десс повернулся к столу старого дерева, около которого лежало несколько камней и палок. «Просто палки и камни для случайного прохожего!» «Но очень важный знак для Десса и Диди!» «Указатель, куда следует прыгать дальше!» «Еще мгновение и новое место с другой отметкой!» «Очередной указатель и опять прыжок!» «У-у-у-у!» Дейдрим скинула передние ноги после очередной телепортации. «Еще!» «Дай отдышаться!» Десерта хватал ртом воздух, опустив голову. «Быстро же ты сдулся, древоногий!» Ехидна принесла Диди. Она сильнее обхватила Десерта за шею, прижавшись к ней щекой. «Ага!» Кивнул Десс и улыбнулся. «Старею!» «Но на самом деле нет!» Хихикнула кобылка. «Пять раз подряд!» «Новый рекорд!» «Мама бы мной гордилась!» Десс выпрямился. Его дыхание уже пришло в норму, часть сил восстановилась. «Ага! А потом бы убила!» Хмуро произнесла Дейдрим, когда бы узнала, как мы сюда добираемся. Десс усмехнулся и вновь телепортировался. Оба оказались на высоком склоне, возвышающемся над остальным лесом. Как обычно, Десерт опрыгнул довольно точно, чтобы оказаться в нужном месте, плоской каменной плите около крохотной пещеры. Диди достал из сидельной сумки брата небольшой сверток и спрыгнула вниз. «Хорошо вернуться сюда опять!» Огляделся Десерта, постепенно восстанавливая дыхание. «Ага!» Кивнула кобылка и двинулась к пещере. Десерта последовала за ней. Отверстие в земле было небольшим и внутри вдвоем уже было тесновато. Но Десс не планировал заползать вслед за Диди, ограничившись только просунутой внутрь головой. Пещера ничем не отличалась от подобных природных образований, за исключением лишь небольшого предистала из пары камней, который был сооружен Дейдрим и Десерта уже бог весь сколько лет назад. На нем располагались разные предметы, от бутылочных крыжек до кукол, старых часов и столовых приборов. Древний ритуал, придуманный Дейдрим, чтобы поблагодарить местных духов за то, что они позволили ей и брату найти это место. Десерта уже и не помнил, в какой книге она нашла что-то подобное, но забавная традиция каждый год приносить сюда что-нибудь у них сохранилась по сей день. Вот и сейчас Дейдрим положил рядом с остальными подношениями старый разноцветный мяч Десерта, одну из первых его игрушек. Дерека все равно уже собиралась избавляться от этого, по ее мнению, барахла, и потому Десс решил оставить это воспоминание о детстве тут. О, великий дух леса! Диди подняла передни ноги и закрыла глаза. Прими этот скромный дар как нашу благодарность! Десерта тихо усмехнулся про себя. Интересно будет взглянуть на подобный ритуал лет эдак через десять. Дейдрим глубоко вздохнула, открыла глаза, встала и подбежала к Дессу. Все готово, принесла она. Можно отправляться. Но есть только дух не против, улыбнулся Десс. Не, все нормально, отмахнулась Дейдрим. Она вышла из пещеры и вскочила на спину брату. Десерта повернулся и пристально посмотрел на сестру, которая ответила невинной улыбкой. Кхм-кхм, прокашлялся он. Что? Дейдрим неудумевающе пожал плечами. То есть, произнес Десс, я потащу тебя и наверх? А зачем потащишь? Удивленно спросил Диди. Полетим же! Десерта нахмурился, глядя точно в глаза хитро ухмыляющейся кобылки. Ах, мы полетим! Он многозначительно кивнул головой. Ой, да ладно тебе! Фыркнул Диди. Тут вон, копытом подать! Тем более, мы же не полетим высоко, только до верхушки. Десс промолчал, осуждающий, смотря на сестру. Ну, Дессик! Дейдрим сделал из щенячьих глаза. Ну, пожалуйста! Просто не расскажем маме. Вот и все! Десерта отвернулся и, подняв подбородок, закрыл глаза. Нет! Коротко ответил он. Ну, Десс! Дейдрим обняла его за шею. Ну, пожалуйста! Я все, все сделаю! Десерта открыл один глаз и взглянул на сестру. На его лице появилась слабая улыбка. Все, все! Он сощурился. Ну, Диди приставила копытца к подбородку. Хотя бы не буду рассказывать маме, кто стащил банку с хлопьями. Глаза Десса широко распахнулись, а взгляд вонзился в сестру. Это шантаж! Фыркнул он. Вот да! Захихикала Дейдрим. Десерт надул щеки и отвернулся. Ну и рассказывай! Фыркнул он. Диди спрыгнул со спины брата и встал рядом, глядя на Десса сбоку. Ну, не обижайся, я же пошутила! Вскинула на передние ноги. Не буду я никому ничего рассказывать! Кобылка обняла его за переднюю ногу. Ну, пожалуйста! Десерт закатил глаза и громко выдохнул. Ну, ладно! Устало произнес он. Ура! Вскрикнула Диди. Она опять запрыгнула на спину Десса. Вперед! Десерт повернулся, взглянув на нее осуждающим взглядом. Но чего опять? Крылья отдай! Ой, прости! Диди быстро отодвинулась, дав обоим крыльям Десерта наконец расправиться. Секунда и оба поднялись в воздух. Эмоции сестры окрасившие сейчас все вокруг летящего Десса, трудно было описать словами. Подобные моменты, когда младшая сестра была просто счастлива, он любил больше всего. Да и Дрим, опираясь на спинную пластину задними ногами и обхватив голову брата передними, с широко открытым ртом глазела по сторонам. Дессу, как обычно, приходилось помимо полета еще и придерживать ее телекинезом, что было далеко не просто. Но эти несколько минут полета на вершину стоили того. Наконец, парочка приземлилась около одинокой сосны, растущей прямо на вершине. Лохматые ветви дерева уже были покрыты тонким слоем снега, придавая ей умиротворяющий и приятный вид. Десерта подошел к дереву и сделал глубокий вдох, наслаждаясь ароматом хвои в воздухе. И совсем не заметил, как младшая сестра с разбегу впечатала задние ноги в ствол сосны, тут же скачив в сторону. На голову Деса свалилась приличная куча снега, накрых его почти с головой, что вызвало у Дейдрим гомерический приступ хохота. Попал... ПОПАЛСЯ! Сквозь смех выдавила из себя Диди. Дырявка! ПОПАЛСЯ! Дес выбрался из сугроба, отряхнулся и сердито взглянул на сестру. Ты... Ты чего? Смех Дейдрим немного угас. Десерт взлетел над поляной, рванув к ней. Кобылка завизжала и прыгнула в сторону, пытаясь укрыться за деревом. Но телекинез Деса оказался быстрее. Он схватил младшую сестру за ноги, поднял в воздух и швырнул в оставленный ею сугроб. Да и Дейдрим с испуганным воплем скрылась под снежной пеленой. Теперь пришла очередь Деса покатиться со смеху. Пфари! Профы! Диди, сердито размахивая передними ногами, пыталась вылезти из-под снега, противный. Это... Это нечестно! Ой, а что тут такое? Десерт, продолжая смеяться, опустился на землю. Земнуха не умеет летать? Но я тебя сейчас... Дейдрим рванула к брату. Она набросилась на Деса, обхватив твой передними ногами за шею. Тот, не в силах сдержать рвущийся наружу смех, плюхнулся спиной на землю. Дейдрим начала неистово барабанить передними копытами по панцирю Деса, что заставляло его хохотать еще громче. Только... Только не зубы! Сквозь смех умолял он, пытаясь закрыться от сестры. Ха! Ой, пощадите! Вредина! Улыбаясь, кричала Диди, пытаясь отпихнуть передние ноги брата и стукнуть его куда-нибудь. Баталию прервала группа пегасов, которая со свистом пролетела в этот момент высоко в небе. Дейдрим быстро спрыгнула с брата, отбежала к краю холма и подняла голову вверх. Группа переносила куда-то довольно крупное облако, и делала это, надо сказать, очень быстро и профессионально. Меньшего от погодных пони и не ждешь. Вдалеке, куда они двигались, небо кишело снующими туда-сюда пегасами. А над всей этой рабочей суматохой красовался Клаудсдейл. Огромные облака, сплетенные в изящные небесные постройки, выдержанные в лучших традициях архитектуры пегасов. Помимо этого, город также был украшен всевозможными радугами, пестро переливающимися по всей площади величественной столицы. Крочь! Да и Дейдрим с глазами полными восторга и открытым ртом смотрел на всю эту красоту. Пусть кобылка уже и видела подобное не раз, но все равно наблюдение за самым прекрасным, по ее мнению, зрелищем всегда захватывало дух. Десерт уселся рядом, достав телекинезом из сидельной сумки что-то завернутое в бумагу и положил рядом с сестрой. «Это чего?» спросил Диди и тут же, схватив сверток, принялась его распаковывать. Внутри оказалась пара бутербродов с шоколадной пастой, которую юная кобылка просто обожала. Ошеломленный взгляд Дейдрим метался от свертка к брату. «Ну, я решил, что неплохо будет порадовать не только глаза, но и живот», ухмыльнулся десерта. Дейдрим, недолго думая, схватила первый бутерброд и начала его жевать, смачно чавкая. Мама рядом не было, поэтому можно было пуститься во все тяжкие, размазывая вкуснейший шоколад по всей мордочке и копытом, а потом долго все это слизывать. У Дереки случился бы инфаркт, если бы она это увидела. «Я тебя обожаю», попыталась произнести Диди, но этому мешал бутерброд. Десерта сел поближе и широко улыбнулся. Глаза брата начали постепенно менять цвет с голубого на желтый. «Ах ты, хэтрюга!» Диди улыбнулась с набитым ртом. «Притофил мне бутерброды, чтобы шамаму наесться!» Десерта гордо поднял голову, выпятил грудь и, нацепив многозначительную мину, сложил губы трубочкой. В сочетании с двумя длинными клыками выглядело это довольно забавно. «А что там значит желтый цвет?» Диди проглотила свой кусок и облизнулась. «Не помню». Дес почесал затылок. «Надо у мамы спросить. Ну, вроде бы это гнев или счастье». «Ага», кивнула Дейдрим и, откусив очередной кусок, зачавкала. «Определенно, счастье. Ши мне почаще приноси такое. Обожрешься, счастье. Из ушей течь будет». Десерт усмехнулся, повернув голову в сторону Клоудсдейла. В этот самый момент пара пегасов стремительно сорвалась с места и, прочертив две линии на небе, скрылись за облаками. Круто. Диди прикончил последний бутерброд и начала слизывать остатки шоколада с передних копыт. «Наверное, здорово летать на такой скорости. Ты бы так смог». Кобылка повернулась к брату. Дес вновь почесал затылок. «Да нет, вряд ли», пожал он плечами. «Может, кто-то из таких, как я, и может, но точно не я. Я же не пегас». Да и Дрим согласно покивала. Внезапно эмоции вокруг нее резко сменились на яркий интерес и любопытство, приправленные отчетливо уловимыми издевательскими нотками. Дес очень хорошо знал это состояние, когда сестра вновь придумывала что-то такое, чем можно подколоть или задеть братца. Он устало закатил глаза и ухмыльнулся. «Кстати!» На лице сестры возникло ехидное выражение. «Как раз насчет наших пегасов». Хитрые мордочки сестры и колючий взгляд сверлящий брата приготовились пойти в наступление. Десерта терпеливо повернулся, приготовившись отражать нападение. «Ты о ком?» «Как это о ком?» Принесла Ди Диснея игренным удивлением. «Я о нашей беленькой новой знаменитости». «Ты о фоллер что ли?» «А что с ней?» Да и Дрим обошла братца со спины и встала с другого бока. «Вот и я хотела бы спросить, что с ней?» Она посмотрела на брата вскинув голову. «А мне по чем знать?» «Пожалуй, плечами Деса, такое чувство, как будто мы...» «Не думаешь ты, что ли?» «О нет!» «О да!» хихикнул Дей Дрим. Десерта нахмурился, однако это лишь распалило настрой сестры выведать у него что-нибудь этакого. По ее глазам было видно, что любое, что сейчас скажет Дес будет тут же исковеркано и использовано против нее. «Что ж ты так яро полез на ее защиту в тот вечер?» Диди и прищурилась. Десерта попытался вставить слово. «И почему же она полезла защищать тебя, отправив своего любимчика школы в полет вверх крупам?» Кобылка вновь обошла брата со спины, встав уже с другого бока. «Ну а что мне было делать? Я же не знал, что она сама кому хочешь круп надерет. — Что-то я не припомню в тебе подобных рыцарских позывов! — хихикнула Дейдрим. Ее глаза неожиданно расширились от пришедшего озарения, словно она нашла ответ на самый важный вопрос во всей вселенной и теперь готова была явить его миру. Конечно, все это было наиграно, а сама Диди просто ждала удобного момента, чтобы обрушить на голову брата все накопившиеся колкости. — Ага! Дырявка влюбился! О нет, началось. — Что? Десерт отстранился, прижав одну из ног к груди. — Я? В нее? — Ты чего? Как это вообще возможно? Но Дейдрим не слушала. Она начала прыгать вокруг Десса, напевая придуманную только что песенку. — А дырявка втюхался! А дырявка втюхался! Ничего подобного. Получилось грубовато и резко. Десс поймал себе на мысли, что подобная невинная шутка сестры почему-то очень рассердила его. Ощущение, когда ты пытаешься врать, но у тебя ничего не получается. Очень неприятное ощущение, особенно сейчас. — Ой, какой ты сердитый! Да и Дейдрим скорчила рожу, пародируя лицо брата. — Не неси ерунды! — надулся Десс. — Да я видела, как ты на нее пялился! Все не унималась, кобылка. — Да на нее все так пялились! Она же у нас теперь местная знаменитость! Что теперь? Будешь вокруг всей школы прыгать и кричать, что они втюхались? Гнив. — Почему он неожиданно разозлился на такую дурацкую шутку? Странно, но Десс обычно спокойно реагировал на подколки младшей сестры, но это его взбесило. Он сердито опустил голову и надул щеки. Это было зря. Ведь нащупав, наконец, уязвимую точку брата, садистка-сестра теперь уж точно будет бить точно туда и бить со всей силой. Надо было придумать, как увести разговор в другое русло или хотя бы успокоиться. — Ой, да неужели? Дэйдрин, перестав прыгать, подошла к брату, просунув свою ухмыляющуюся рожицу на ленивого взгляда. — Отчего же ты стал ее защищать? Даже форму сменил. — Потому что я не знал, что бы могло произойти, если бы у нее случился очередной приступ! Десерта гневно вскинул копыток, глядя на сестру. Оба мгновенно замолчали. Дэйдрин, перестав смеяться, удивленно нахмурила брови и сделала шаг назад, напуганная подобной реакцией брата. Дес же, осознав сказанное, схватился ногами за голову и вырвался про себя. — Да что же это такое? Он глубоко выдохнул, опустив передние ноги на землю и повернулся к Дэйдрин. Его лицо сразу помрачнело, а настроение, казалось, безнадежно испортилось. — Ч-ч-ч-чего? Сестра подошла ближе и села напротив него. — Чего это за приступ? — Ничего, — отвернулся Дес. — Эй, — возмутился Диди, — сказал А, говори Е. — Б, — поправил ее Десерта, — зуба не заговаривай. Что там у нашей Фоллер-то не так? Она что, болеет чем-то? Десерт отвернулся. — Не стоило мне этого говорить. — Прости. Дэйдрин подошла еще ближе, опершись передними ногами на плечо брата. — Узнаю своего братишку. Тепло улыбнулась она. — Естественно, ты бы не полез просто так. Но ты же сам понимаешь, что я не усну, пока не узнаю всей правды. Не заставляй меня спрашивать маму. Десерт откислый ухмыльнулся. Я обещал никому не рассказывать. Грустно произнес он. — Эй! — возмущенно произнесла Диди. — У меня брат Ченджлинг. — Как будто я проболтаюсь. Дес неуверенно помялся. Сестра была права. Она просто жизни никому не даст, пока не узнает, что же за секрет он сболтнул. Да и Дрим умела хранить тайны. И ее любовь к тому, чтобы знать то, чего не знает никто, иногда даже превышала любовь к шоколаду. Но в то же время она и понимала, если секрет кому-то сболтнуть, он уже переставал быть секретом. Кроме, конечно, самой Диди. Ей секреты сболтывать можно. — Ну, — начал Дес, — ты все равно этого так просто не оставишь. Он рассказал Дейдрим все, что сам знал в настоящий момент. И то, почему они сюда переехали, и то, что за недуг постепенно овладевает дочки фоулеров. Диди слушала молча, даже не переспрашивая, а под конец просто молча опустила голову и почесала затылок. — Они же ей помогут! — наконец произнесла она. — Надеюсь, — кивнул Десерта. — Потому ты ей повел себя, как полный идиот. Но все кончилось хорошо и для нее, и для меня. — Нет! Ты повел себя, как настоящий герой! — Дейдрим скинула передние ноги вверх. — Диди! — Славься, славься! Великий и благородный сэр Дырявка! — громко произнесла Дейдрим. Десерта не выдержал и засмеялся. К нему тут же присоединилась и сестра, добавив свой звонкий хохот. В этот самый момент над головами вновь пронеслась очередная группа пегасов, перегоняющих куда-то пару грозовых облаков, которые сердито ракатали и всячески протестовали против подобного обращения. Это заставило Деса и Диди вновь вернуться к тому, зачем они сюда пришли. Эта глупая вспышка гнева и рассказ такого же важного секрета немного успокоили Десерта. В любом случае, что может случиться? Дочь Фоулеров уже, видать, и забыла о том инциденте. Десерта, погрузившись в свою школьную жизнь с новыми друзьями. И правильно, ей же лучше. Когда, наконец, оба изрядно замерзли, Дес, выпив последний пакет с гелем, терапортировал обоих к окраине леса. Домой они возвращались уже в приподнятом настроении. Ежегодный ритуал проведен превосходно, и можно было не опасаться гнева духа леса в этом году. Войдя в город, Диди по уговору двинулась чуть впереди, нацепив на лицо кислую мину и слегка задрав подбородок. Внезапно, из-за поворота, ведущего на соседнюю улицу, им навстречу вышла Элизабет, задумчиво смотрящая себе под ноги. На пегаске был надет красный шарф с белой шапкой, идеально гармонирующий с ее шерстью и гривой. Остановившись, она подняла голову и взглянула на десерты и его сестру, коснувшись его такой знакомой с золотой волной интереса. Она слабо улыбнулась, а эмоции, витавшие сейчас вокруг, стали ярче. — Какая неожиданная встреча! — произнесла Элизабет, взглянув на Диди. Кобылка остановилась. — И тебе привет! — Дэдрим приветственно подняла копыта. Дэс молча кивнул и отвел взгляд, стараясь не смотреть на Лизу. Судя по эмоциям дочери Фоулеров, ей явно пришелся не по вкусу этот жест. Пусть он и нужен был как раз для обратного. — Я даже не удостоюсь скромного привет! — нахмурилась она, глядя на Дэса. — Привет! — произнес десерта, все так же пряча глаза. Лиза усмехнулась и повернулась к Дэйдрим. — Все продолжает играть шепеляво! — пожала она плечами. — Как мило! Диди насупилась! Осознание того, что их маленькую тайну знает еще кто-то, не доставляла радости кобылке, но она старалась сохранять свое обычное дружелюбное состояние. Ведь в этом не было вины Фоулер. — А чего ты тут делаешь? — принесла Диди. — Ничего особенного, просто прогуливаюсь, — ответила Элизабет, явно ожидая подобного глупого вопроса, который, видимо, был ей задан уже не единожды. — Я вижу, вы делаете то же самое. — Ну, как-то да, — улыбнулась Дэйдрим. — Десерт омолчал, — говорила лишь его сестра. Элизабет посмотрела на Десса, неожиданно к эмоциям вокруг нее добавились сердитые нотки. Не очень хороший знак. — Милая прогулка с любимой сестрой? — спросила Лиза, продолжая смотреть на Десерта. — Как будто это что-то невероятное, — вновь ответила Дэйдрим. — Эмоции вокруг Элизабет еще больше окрасили в сердитые цвета. Видимо, Пегаска хотела, чтобы ей ответил именно Десс, но тот молчал. — За тебя так и будет отвечать твоя сестра? — Элизабет склонила голову. — А что, это плохо, что ли? — нахмурилась Дэйдрим. — Напряжение росло. Нужно было что-то срочно делать, ведь мирно начавшийся разговор грозил вылиться в серьезную ссору. И, как ни странно, камнем преткновения стал сам Десерта. — Можешь мне ответить на один вопрос? Элизабет сердито взглянула на Дэйдрим. Диди ощетинилась, но ничего не ответила. Напряжение между двумя кобылками нарастало. — Каково это? — холодно произнесла Элизабет. — На виду у всех ни во что его не ставить. А когда вы наедине, лицемерно притворяться любящей сестричкой. Эмоции вокруг Дэйдрим вспыхнули. Кобылка сделала шаг вперед. — Чего это я притворяюсь? — сердито фыркнула она. — И вообще, какое тебе до этого дело? — Элизабет прочертила глазами круг, вернув взгляд на Дэйдрим. — Интересно, а твоя мама знает об этом? — колка произнесла она. — Или это очередной милый спектакль? — Не твое дело! — выпалил Дэйдрим. Кобылка сделала очередной шаг вперед, гневно сверляя Элизабет взглядом. Дела начинали принимать еще более скверный оборот. — А что, если ей кто-нибудь расскажет? — Лиза, вызывающий, глянула на Дэйдрим. Это было явно лишнее. Глаза жеребенка расширились, а губы гневно затряслись, пытаясь подобрать подходящую фразу, чтобы парировать этот выпад. — Тогда... тогда кто-нибудь узнает? Дэйдрим ответно впилась взглядом в оппонентку. — Что? Что ты больная на всю голову? По телу Дэса прокатился холодок. Вот теперь в разговор уже поздно было вклиниваться. Опасную черту не просто переступили, ее перепрыгнули, оставив в нескольких метрах позади. Лицо Элизабет еще больше помрачнело. Она подняла взгляд на Дэса. — Хм... проболтался все же. А обещал молчать. — Выходит, лжец? — Чего ты к нему прицепилась? Эмоции вокруг обеих уже пестрели гневными тонами, словно они были двумя разъяренными драконами, готовыми сцепиться. И даже тот факт, что второй дракон был помельче, ничуть не уменьшал горящую внутри него ярость. Надо было срочно что-то делать. — Диде, не надо. — Десерта подошел к сестре и протянул к ней правую ногу. — Ой, вы посмотрите! — хмыкнула Лиза. — И шепелявость пропала. — Хватит трогать моего брата! — гневно топнул Диди, глядя на Пегаску. — Он вообще тебе даже не брат! — огрызнулась Элизабет. А вот теперь прорвала еще и плотину. Десерта в последнюю секунду успел схватить Диди телекинезом и потянуть к себе, перегородив ей путь своим копытом. Сейчас сестра была похожа на яростный клубок, готовой наброситься на Пегаску, даже несмотря на очевидное превосходство той в размерах и силе. Пусть это будет даже легкий укус. Телекинез прочно удерживал кобылку, пока из ее глаз не выступили слезы. — Диди, не надо! — твердо он и тихо произнес десерта. — Я этого не... — Сенас два! — прорычала Дейдрим, повернув плачущее лицо к брату. — Ты заслуживаешь большего! — Что она вообще знает о тебе? — Через что тебе приходится проходить? — Чего она пристала? Дейдрим шмыгнула носом, отпрыгнула от Десса, повернув гневное и заплаканное лицо в сторону дочери Фоулеров, которая все это время стояла неподвижно. — Это что для тебя? Такое развлечение? Слишком скучно твоей богатой попе? Сумасшедшая злюка! Кобылка увернулась от очередной попытки десерта остановить ее. — Так тебе и надо! Дейдрим громко заорала на Элизабет и со всех ног рванула вперед по улице. Катастрофа! Десерта медленно встал, сделал глубокий вдох и, опустив голову, пошел следом за сестрой. Бежать, лететь, или уж тем более телепортироваться сил не было. Тем более свербящее чувство вины, что он стал причиной этой перепалки, возникшей на пустом месте, надежно засело в его голове и не давало сосредоточиться. Он опять где-то просчитался, только не мог понять, где же именно. И это одновременно вгоняло в уныние и бесило. Опять есть вопрос, но нет ответа. А причина та же, он сам. Зачем она так повела себя с Дейдрим? Ответа не было. Сейчас важнее всего было утешить Диди. Дес, боясь распалить конфликт дальше, молча прошел мимо Элизабет. Она стояла и смотрела прямо на него, не проронив ни слова. Вокруг дочери Фоллеров также витала огромная туча разнообразных эмоций, но Десерт даже не попытался распознать их. Надо догнать Дейдрим. Укутавшись поплотнее в шарф, он прибавил ходу. Продолжение следует...